всем доброго времени это вторая уже серия посвященная луди леску сегодня мы разберем 7 карт старших арканов от карты сила до карты умеренность сразу скажу что мне этот обзор не дается легко очень много энергии берет потому что я хочу чтобы вам было интересно я как бы погружаюсь в эти карты карты не самые простые и забирает достаточное количество сил некоторые мои знакомые ну будем так говорить считают что-то абсолютно провальные видео потому что ну сейчас я сама понимаю все только онлайн-гадания онлайн-гадания выпускают до любой непонятной ситуации выпускаем онлайн-гадания а вот такие видео там ты делишься своим взглядом там делишься своими какими-то знаниями мыслями никто не выпускает ну я решила все равно пойти своим путем до онлайн гадания тоже будут но и совсем уж скатываться в них я не собираюсь и так я надеюсь это видео вам понравится и мы начинаем с карты сила карта девушки маугли обратите внимание какие у нее цепкие когти то есть вот эти вот ногти да ведь какие длинные они показывают очень хватку очень цепкую дикую дикарку и они показывают что она царит во власти инстинктов то есть такая девушка которая ничего не боится которую очень тяжело вообще остановить и сильна она потому что она напиталась кровью набралась силы обратите внимание у нее есть подтеки крови и эта карта огромного количества энергии в том числе энергии сексуальной и на этой карте что интересно лев и девушка поменены местами в обычном райдере девушка усмиряет дикого льва а здесь же лев просто в шоке он опешил от того что вот такая вот барышня да она просто его сбила смысле с его вообще от его уклада львиного я даже не знаю какие у него мысли что я тут делаю думает лев конечно эта карта и сексуальной страсти и привязанности сексуальной и неистовой силы также это карта откровенности человек сильный может что-то поведать о себе открыться да потому что вот эта нагота это откровенность но и роза это страстность страстность сексуальность горячая натура безумно горячая но мы видим вот эти черепа да то есть многих она загубила и что еще интересно для того чтобы такой стать сильной нужно идти по головам вы видите да она идет по черепам вот такая карта и теперь мы переходим к следующей самой такой сложной на мой взгляд таинственной загадочной карте это карта отшельника чем же она сложная чем же она загадочная обратите внимание на фоне заднем у отшельника находится кладбище то есть вот такой она даже окно само открылось то есть на фоне кладбище он является стражем и его спутник его помощник черный кот обратите внимание что интересно парень этот не молод извиняюсь не стар он достаточно молод и этот человек мудрый не по годам и и вполне возможно что либо он создал свое личное эмоциональное кладбище и ни с кем не хочет общаться то есть его понимают только животные вот если помните фильм ли он там был киллер который любил только свое растение он вообще был молчаливый вот эта карта также может падать на подобного молчана то есть человек живет в своем внутреннем мире и кроме животных растений никого особо туда не пускает это один из вариантов и второй вариант что все с кем он общался они уже перешли в мир иной и ему ничего не остается то есть он последний из тех до кто вообще остался жив в этом мире остальные все уже покоятся там но ты знаете это на самом деле страшно когда ты переживаешь всех и вся до когда там тебе например 95 100 лет и всех с кем ты общался кого-то знал кого-то растил они все уже в мире ином то есть вот и об этом может быть карта и черный код здесь может быть как заблудшая душа которая вот никак никак не перейдет до другой мир ну и также кошка может являться просто проводником другие миры также я встречала версии что это похоронный агент что это сторож кладбище но мне кажется эти версии менее сюда подходящими и конечно же эта карта не самая простая учитывая его молодость то есть вот так постареть внутренне вот так вот срастить свое кладбище в таком достаточно молодом возрасте это на самом деле страшно и это отличает его от привычного отшельника на райдере ну а мы переходим к следующей карте это у нас колесо колесо фортуны обратите внимание девушка наша сидит у подножья вот таких вот ступенек да вот в самом низу сидит а мужчина забрался на самый верх да безусловно там дорога не застилается розами там и черепа и кости и типа не неудобно но мы видим у девушки добротные сапоги она по возможности могла бы пойти его дорогой проторенной в принципе и могла бы пойти по трупам по головам по костям но она не хочет она сделала так чтобы мужчина поднялся вверх она осталась внизу для того чтобы ему дать возможность подняться один момент и второй момент все таки ее соблазнительность ее привлекательность может сделать так через какое-то время мужчина может спокуситься на нее да и потерять все что у него есть но опуститься к ней вниз такое тоже может быть по этой карте в целом да эта карта о том чтобы идти вверх нужно многим жертвовать нужно идти по головам так же как и в карте сила нужно без жалости без оглядки назад возможно жертвовать отношениями и понимать что в любой момент ты можешь все равно скатиться назад и тот кто остался внизу может тебя догнать тем более мы не знаем что там за той самой последней ступенькой возможно там уже обрыв и уже его этого человека не спасти возможно наша девушка находясь внизу находится в большей безопасности мы переходим к следующей карте карта правосудия значит что здесь интересно тут идет полная разбалансировка весов обратите внимание и если в обычном правосудии они в равновесие приведены то здесь во первых разбалансировка мало этого девушка не беспристрастно потому что она у нее ноги в воде то есть девушка эмоционально правосудие не может быть эмоциональным не может быть субъективным ну и соответственно что ее ждет с одной стороны змея с другой стороны волки то есть не в той не в иной ситуации такое правосудие которое не порадует в двух случаях ты заранее обречен ты заранее проиграешь да вот очень интересно то есть тут нет плюс и минус то два минуса или укушена будешь змеей или укушен будешь волками возможно потому что она не была коварная как змея возможно потому что она допустила себе кого-то близко а нужно было быть одиночкой волком такие тоже мысли у меня есть и и конечно же помешала ее эмоциональность она не рассчитала все с точки зрения правосудия с точки зрения закона и мы переходим в следующей карте это вот такой повешенный тоже очень интересная карта во первых тут идет полная зависимость от другого человека да ему пришли на помощь да он не мучается до его развязывают но его снимают но знаете чем это плохо вот ему не дали пройти тот кармический урок да потому что повешенный кармический урок у нас который он должен был он должен был отвисеться отстояться от лежаться то есть что-то переосмыслить внутри себя а его раньше времени освободили да то есть человек не поймет свой урок он его не прошел но то знаете на что похоже когда ты постоянно маленького ребенка водишь за руку у меня такое тоже было ты боишься что он упадет что он больно удариться и ты его водишь 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 а потом он все равно падает более старшем возрасте но это уже гораздо более больней чем раньше то есть человек должен учиться на своих ошибках на своих шишках если повешенному суждено было отвисеться его не нужно было раньше времени снимать я так считаю и что еще во первых освобождение здесь не мягко он падает на черепа неизвестно что было с вот этими всеми кто здесь покоится и также неизвестно для чего его освобождают для каких целей учитывая следующую карту да вполне возможно они его освободили от одной пытки и приготовили для него совершенно иную все очень запутано мы видим запутанные руки запутанные ногу то есть человек сам по этой карте он он пассивный и он в принципе как и по колеснице он полностью отдает себя во власть и волю других людей теперь рассмотрим карту смерти ну это одна из самых красивых карт в этой колоде как по мне здесь медленное умирание девушка скорбит девушка не живет своей жизнью она во вся воспоминаниях она не отпускает прошлое она скорбит о своем усопшем либо супруге либо просто близком человеке вот и она готова тоже умереть там она готова но смерть за ней не идет смерть забирает тех кого она считает нужным мы видим там вереницу людей на днем фоне посмотрите мы видим бывающий месяц который показывает уход угасания умирания но вот несмотря на то что девушка страдает и она уже жаждет этой смерти к на к ней не спешит вот такая карта и девушка уже морально умерла по этой карте за счет того что здесь письмо то есть она очень привязана она очень сдерживала себя долго вот этот корсет то всегда сдерживание внутри себя эмоции и тем не менее тут листва уже вся осенняя посмотрите отцвела я уже ничего не интересно она уже живет прошлым то есть по этой карте когда человек вот живет только прошлым по сути у него уже нет будущего он уже умер следующая карта завершающая в сегодняшнем видео у меня аж мурашки по телу пошли это умеренность ну что я здесь вижу да похоже на любовный треугольник обратите внимание в каком месте он собственно состоит это кладбище помните как москва слезам не верит мне советуют знакомиться с давцами на кладбище но это так шутка конечно на самом деле здесь любовный треугольник который для одного из участников для четвертого уже закончился во первых кончиной да то есть мы понимаем что вот этот ангел вот этот памятник соответственно это уже четвертой части который ушел мы понимаем что у этой парочки нет будущего понимаем что возможно это их последняя встреча потому это и умеренность и также посмотрите на ангела он здесь каменную воду льет в каменную кубок то есть чувство уже закаменелы чувства остыли чувства превратились гранит в камень и эмоции любви в живости здесь уже конечно же нет и самое интересное что хоть они расстанутся да если это их последняя встреча по карте умеренности хоть они не расстанутся но с вот с третьим участником да все равно отношения живыми уже не будут собственно вот такая семерочка карт сегодня была это второе видео полуди леска от есть также первая я добавлю ссылочку пишите как проигрывается эти карты у вас какие эмоции какие мысли вызывают подписывайтесь обязательно если вы не подписаны делитесь моим видео на форумах делитесь моим видео в социальных сетях всем огромная благодарность за комментарии за активность за подписки и конечно же если кому нужен частный расклад на этой колоде обращайтесь на почту и skype и также вайбер и вот сап все контакты будут под видео на этом все всем хорошего дня и до скорой встречи